По традиции, начало памятным мероприятиям было положено у монумента правоохранителям, погибшим при выполнении служебных обязанностей. Цветы к подножию памятника легли от коллег и тех, кто помнит о славных подвигах товарищей по оружию. Сегодня в большом строю у монумента ветераны органов внутренних дел. Всего в области их более трех с половиной тысяч. За спиной у многих большое милицейское прошлое, на страницах которого тысячи погоней, сотни профессионально проведенных спецопераций, десятки спасенных человеческих жизней. И пусть сегодня на них не форма, а гражданка, каждый из этих правоохранителей вносит свой вклад в деятельность управления. Своим опытом, своим примером, своим дельным советом ветераны всегда помогут и подскажут. Награждаем ветеранский актив, то есть тех людей, которые служили по чести, по совести, с хорошей биографией служебной. И сегодня продолжают бескорыстно на всех началах сплачивать ветеранские ряды, работать для людей. Ну как их не поощрить в канун этого дня? Конечно же, это большое войско, которое, естественно, занимает политику, проводит в жизни политику государства, которые готовы по любому призыву, по своему долгу сердца выступить на защиту, на охрану общественного порядка. И, конечно, являются проводниками правопослушного поведения и в гражданской жизни. Грамоты и награды получили не только офицеры запаса, но и их жены. Специально разработанные награды были удостоены несколько представителей с прекрасной половины. Женщины обеспечивают тыл жены. Поэтому, наверное, для того, чтобы так долго была совместная жизнь, 42 года все-таки, совместно в службе и в супружестве, наверное, надо, чтобы всю дорогу супружеской жизни освещала, в первую очередь, любовь, терпение, смирение, ну и, естественно, все, что сопровождает жизни. То есть, в жизни получается так, надо стараться не эмоциями, а все вопросы решать сердцем.